В страйкбол, как и в хоккей, играют настоящие мужчины. На территории Печорского района состоялась третья республиканская игра «Ярость». Уже по сложившейся традиции игра проводится в первые выходные июня. Печора в третий раз принимает гостей практически со всех городов республики, от Воркуты до Сыктывкара. В этом году также приехали игроки из Лабытнангов. Всего 82 участника. Страйкбол – это военно-спортивная игра с использованием электропневматических реалистичных копий боевого стрелкового оружия. Это вот у нас два наиболее распространенных образца, которые используются в игре. Конечно, практически все показать невозможно. То есть присутствуют в наличии абсолютно все виды и типы моделей. То есть начиная от автоматов и заканчивая гранатометами, снайперскими винтовками. Все это выглядит практически идентично к натуральному. Единственное отличие – это, грубо говоря, игрушка. То есть она не предназначена ни для боевой, ни для охотничьей стрельбы. Стрельба ведется пластиковыми шарами диаметром 6 мм. И при соблюдении определенных правил эта игра является абсолютно безопасной. То есть у нас даже играют девушки с удовольствием уже много лет. Состоят в командах и наравне с мужчинами. Также носятся по лесу и стреляют друг к другу. К участию допускаются все желающие в возрасте от 18 лет и старше. Шесть команд из Печоры, по две из Воркуты, Усинска и Ухты, а также команды из Инты играли на территории бывшей воинской части. Полигон большой, поэтому игрокам пришлось много побегать. Сегодня с транспортом, сегодня проще, легче. В прошлый раз мы часа два только обходили всю территорию. Это привлекает. Это очень интересная атмосферная игра. Много эмоций, много движения. А движение – это жизнь. А еще много комары, мошкары, которые очень мешают. Сейчас мы выдвигаемся к своему тотему, чтобы его отбить, потому что нас такуют. У каждой игры есть свой сценарий. В этот раз территорию разделили на пять сторон, после чего развезли участников по стартовым точкам. По команде «Старт» игра начинается. Каждая команда должна выполнить поставленную перед ней задачу. Там установлен тотем, нам надо его защищать. У нас получается по периметру растянуты люди, растяжки стоят. И нам надо как можно дольше продержаться, чтобы не захватили наш тотем. В каждой команде около 20 человек. В общем, задача перед всеми стоит одинаковая – победить противника и выжить. Просто мы выдвинулись в данный момент на мертвяк. То есть, это были уничтожены врагами, как говорится, другим племенем. Погибли. И мы выдвигаемся сейчас, буквально через три минуты, выдвигаемся на точку сбора нашей команды, где продолжим игру. Играть начал играть в том году. Привлекли ребята, заинтересовались. Еще зимой заинтересовался. С весны начал играть прошлого года. Игра отлично проходит. Игра друзей. Команды играют до победного. Битва может длиться целый день – с утра до самого вечера. В третьей республиканской игре «Ярость» все команды были перемешаны. Всего пять племен. По итогам игры племя зеленых осталось живым. Племена оранжевых, желтых и белых объединились и захватили синих. Но зеленых им победить так и не удалось. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok